Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые слушатели Директ Академии! Я надеюсь, что меня нормально видно и слышно. Если это так, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Спасибо. Сегодня вести вебинар буду я. Я очень рад, что у нас, несмотря на то, что еще не всеми забыты новогодние праздники, пришло достаточное количество народа, мы сегодня будем обсуждать достаточно важную тему. Но о ней чуть попозже. Для начала, в основном для тех, кто впервые или мало посещал наши вебинары, расскажу о том, о тех полезных ссылках, которые я поместил в самое начало нашего чата. Первая ссылка ведет на наш сайт, сайт Директ Академии. Его главная страница является страницей расписания наших вебинаров. На этой странице вы можете зарегистрироваться на все вебинары, не только текущей недели, но и те вебинары, которые помещены в расписание вплоть до конца нашего учебного года, до конца июня месяца. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на которой хранится в настоящий момент уже 400 записей наших вебинаров. И эта запись к концу нашей недели будет присовокуплена к этим записям. Так что у нас там огромная база данных. И если вы подпишетесь на наш канал, то, я думаю, для вас это будет хорошо. Третья ссылка ведет на нашу страницу онлайн-курсов. На ней размещено 8 онлайн-курсов. И в скором времени там появится 9-й, а в середине января даже 10-й. Вот. И это для тех, кто хочет подучиться онлайн. Подробнее говорить не буду сейчас. Наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где в конце, после каждого вебинара вы можете приобрести сертификат о том, что вы этот вебинар прослушали. Как всегда, я также хотел бы проанонсировать 3 вебинара, которые состоятся вслед за сегодняшним. Вот эти вебинары. Итак, завтра у нас в гостях Татьяна Телегина со своим вебинаром «Поиск информации, ресурсы, сервисы, алгоритмы и пошаговые инструкции для быстропоиска в условиях ограниченного времени». Татьяна, как вы, наверное, знаете, наш постоянный ведущий, наша постоянная ведущая, вот, ее представлять особо не надо. 14-го, в понедельник, 14-го января, у нас очень интересный эксперт из Некрасовской библиотеки города Москвы, библиотеки имени Некрасова, Ольга Машкова с очень интересной темой «Электронные ресурсы публичных библиотек». Вот, Ольга уже подтвердила свое участие, так что смело могу вас приглашать на этот вебинар. Он обещает быть достаточно интересным. На него уже записалось большое количество людей. Ну и вас я тоже призываю прийти. 15-го числа мой хороший друг и отличный специалист, отличный эксперт в области онлайн-обучения, Игорь Белянин из Нижнего Новгорода, из Нижегородского технического университета, проведет вебинар под названием «Дистант ТВ. Обучающее телевидение – это просто». Он расскажет об опыте внедрения обучающего телевидения на базе достаточно простых технологий. Ну, простых в том смысле, что речь идет не о какой-то огромной студии телевизионной и так далее. Относительно простыми средствами в настоящий момент можно сделать обучающее телевидение при помощи программных средств, небольшого количества технических средств. И как это сделать в университете, расскажет Игорь Белянин. На мой взгляд, должна быть очень интересная, очень интересный вебинар. Ну что ж, а на этом я вступительную часть заканчиваю и приступаю к... Так, это... Елена Ивановна, это к нашему менеджеру. Если у вас есть... Ну, можете мне потом переслать вопрос на мой адрес, я вас соединю. Как правило, да, но зависит от конкретного курса. Так что пишите, и мы вам подробно ответим. Вот, ну, важно это сделать не сейчас в чате по-быстрому, да, а нормально, в нормальной обстановке. Итак, сегодняшняя тема. Назвал я ее так. Медийная грамотность библиотеки, аудитории, офисе. Или что мне делать с этими файлами? Тема настолько же прорывная, насколько и банальная. С одной стороны, как пришла вообще мне в голову эта идея. Я уже достаточно долго и веду бесплатные вебинары в рамках Директ Академии, и провожу платные курсы на тему создания электронного контента, учебного контента и так далее. Но по мере проведения этих курсов и этих вебинаров, а также по опыту своей работы в различных компаниях, вузах, по опыту общения с клиентами, различными сотрудниками своих компаний, чужих, по мере общения с начальством, я понял, что начинать надо копать глубже. То есть контентная грамотность практически во всех компаниях, вузах, библиотеках, она достаточно низкая. И низкая эта грамотность, она начинается практически с базового уровня. Если этот базовый уровень не затрагивать, то можно о более высоком и не говорить, или говорить приходится только с узким контингентом людей, которые сами все это освоили. Поэтому у меня зародилась в голове мысль, когда-нибудь, возможно, весной, провести достаточно большой курс на эту тему, на тему контентной грамотности, или, как я это называю, я придумал слово «контентоведение». А пока я пытаюсь сконцентрировать мысли по поводу этого курса в этом вебинаре, в этом обзорном вебинаре, который, как я надеюсь, сам по себе тоже может быть полезным и послужит вам для размышления, а может быть и для непосредственного применения каких-то инструментов прямо сейчас и здесь в жизни. Сейчас я вам покажу несколько страшных картинок, и вот на фоне этих картинок мы с вами будем рассуждать. Пару слов о постановке задачи, вообще, почему это важно, и почему мы повсеместно с этим сталкиваемся. Вот как это выглядит со стороны вас, то есть со стороны конкретного человека, который занимает какое-то место в компании, библиотеке, в УЗИ, в офисе, неважно. Что к вам поступает на вход? Различные черновики документов, неподготовленные. Письма, среди которых иногда мало толку, из них еще надо вылавливать какие-то смыслы. Масса всяких графических файлов, особенно если вы работаете в маркетинге или где-то, где графика является одним из главных элементов контента. Медиафайлы, звуки, видео, особенно если вы работаете с обучением или в библиотеке работаете с медиаресурсами, это один из основных ваших элементов. Дальше начинаются неприятные всякие вещи, неоцифрованные документы и данные. Какие-то старые документы на бумажках, что-то в виде изображений, когда это должно быть в виде текста, данные где-то на дальнем сервере, с которых непонятно как скачать и так далее. Примыкает к этому неструктурированная информация в сети. Вот вам что-то надо сделать с этой информацией, но она разбросана по сети, она включена совсем в другую информацию, немножко другого смысла, немножко не о том, что-то о том, что-то не о том, совсем не в тех форматах и так далее. Что с этим дело абсолютно непонятно. Огромное количество устаревших версий файлов. Например, вы работаете втроем или вчетвером над разработкой договора. И посылаете бесконечно по почте друг другу вордовые файлы с пометкой договор, договор new, договор новый, самый новый договор и так далее. И уже никто не знает, каждый из вас вставляет лишнее слово в этот файл или что-то изменяет в нем, если этот не договор, может быть это графический файл, чуть-чуть подвинули на два пикселя логотип, и никто уже толком не знает, какой файл последний и так далее. Огромная проблема для большинства компаний решается очень плохо. Ну и, наконец, масса цифрового мусора. То есть информация, которая на самом деле является мусорной, хотя и не всегда таковой распознается на входе. То есть это могут быть какие-то документы, которые придется потом выкинуть, ничего из них взять нельзя. Или графические файлы не в том формате, которым надо, в худшем разрешении, старые файлы, которые вы можете принять за новые и так далее, и так далее. Все это накладывается на что? Все это накладывается на ваш собственный... Так, одну минуточку, сейчас я включу рисовалку. Все это накладывается на ваш внутренний хаос в вашем компьютере. Не говорите, что его у вас нет. Он у вас, скорее всего, есть. Ну, есть люди, которые держат свой компьютер в хорошем состоянии, но таких, во-первых, меньшинство. А во-вторых, ну, все равно, когда вот это вот приходит постоянно, да, на вход, то этот хаос постоянно образуется. Недостаточно один раз навести порядок, и чтобы все было хорошо. Так вот, вот этот хаос на входе накладывается на внутренний хаос, на неумение структурировать, на непонятно, куда это пришло письмо, куда вложенный файл из него сохранить. Он вроде бы относится и к документам начальника, и к документам, связанным с какими-то внешними людьми, как его проидентифицировать, как его назвать и так далее. А на выходе от нас требуют порядка, структуры и благолепия. Да, вот это вот, сделайте мне красиво. Вот это вот, это готовые документы на выходе, файлы в конечных форматах, в таких форматах, которые от вас примет клиент или тот человек, кому вы должны передать эти файлы. Структурированную информацию, то есть, если вы на вход получаете неструктурированную информацию, там на выходе должна быть структурированная информация, так, чтобы эту информацию приятно было бы читать начальнику, чтобы она была понятна вашим клиентам, либо следующему человеку в цепочке, который осуществляет следующий процесс за вами, чтобы было понятно, что дальше с этим делать. Возможно, от вас требуется перевести информацию в какие-то специфические форматы, связанные с особенностями вашей работы. Самое главное, выстроить стройные процессы, вот от входа до выхода, как, собственно, вот это вот преобразовать, вот эти вот входные неправильные файлы, в выходные правильные и стройные, с тем, чтобы делать это за приемлемое время, не просто сделать, а сделать за приемлемое время и успеть к дедлайну. Требуется устранение версионности, чтобы на выход вы всегда посылали последний файл, и все понимали бы, что это последний файл, а еще лучше, чтобы вообще эта цепочка устаревших версий, она была прервана, и вы смогли бы организовать работу так, чтобы всегда работать с последним файлом, все остальные просто бы не существовали. Ну и, наконец, требуется, чтобы на выходе от вас была только полезная информация, чтобы вы вот этот цифровой мусор на следующий этап не передавали. Потому что следующий за вами, он опять начнет вот с этого. Не знаю, кто это будет, клиент, следующий участник бизнес-процесса или кто-то. Желательно, чтобы ему легче было на входе, потому что если вы будете работать по принципу мусор на входе, мусор на выходе, то тогда, в общем, ваше место в компании, оно, как бы это сказать, вы не очень нужны, да? То есть вы просто генерируете еще мусор дополнительный. То есть вам кажется, и может быть даже вашему начальнику кажется, что вы выполняете какую-то полезную работу, но на самом деле вы просто преобразуете один вид мусора в другой мусор. Вот поэтому на выход надо выдавать только полезную информацию, ту, которая будет снижать энтропию, контентную энтропию на выходе. Посмотреть можно это и с другой стороны. Я говорил, что буду показывать вам страшные картинки. С одной стороны, на вас постоянно давит начальник, который говорит, начальник в разном смысле можно слово это понимает, человек, который приходит, не структурирует свои требования в виде ТЗ, а просто говорит, сделайте мне красиво, вот мне надо вот так вот, мне надо понять, или там пришлите мне то-то. Вот он не понимает, в каком виде это надо прислать, ну, иногда понимает, но чаще он просто занят какой-то стратегической задачей, ему не до этого контента, ему важно, чтобы вы этот контент прислали в том виде, в который ему хочется. А в каком виде ему хочется, он сам не знает. Это вы ему должны подсказать, он поймет, да, а вот это хорошо. С другой стороны, на вас давит клиент или следующий участник бизнес-процесса, который хочет от вас получить что-то, не мусор, а что-то, и вы находитесь вот между двух огней, когда, ну, вот возвращаясь к этой картинке, да, когда вам надо сделать вот этот вот переход, его вы делаете не просто так, а под сильным давлением вот этих других людей, да, ну, двоих из них я нарисовал, на самом деле сторон может быть больше, там еще и сверху, может быть, может какой-то человек, который предыдущий по процессу, там, кроме клиента могут, может быть еще какой-то там юрист, бухгалтер, да, вот кто-то там, и все они от вас хотят хорошего контента. Вот, что делать, да, что делать непонятно, ну, надо разбираться как-то понемножку, надо потихоньку формировать вот эти вот процессы, стройные процессы, контентные, я понимаю, что, конечно, на рабочем месте у любого человека есть не только контентные процессы, но сейчас я хочу обратить внимание на то, что контент существенным образом на все процессы влияет, то есть если вот это вот преобразование, оно не случится в виде вот этих вот стрелок, да, то и все остальные процессы, скорее всего, заглохнут. Ну, есть, конечно, такие должности, которые с контентом не связаны, например, там, копание канавы, там, или что-то еще, да, но в большинстве случаев у нас сейчас цивилизация информационная, она связана с тем, что на вход вы получаете какую-то информацию, на выход ее, на выход отдаете какую-то другую информацию, то есть без контента вам никуда не деться. Я понимаю, что кроме вопросов контента есть еще и вопросы, связанные с действиями, то есть контент это относительно статическая вещь, а есть еще, собственно, процессы, которые этот контент преобразуют, но мы будем говорить в основном о самом контенте и о тех простейших процессах, которые вы можете с ним осуществить. О всяких специфических процессах, связанных с вашей деятельностью, говорить не будем, просто потому что они всегда разные, на разных рабочих местах, и вряд ли можно в одном месте о них поговорить. А вот о контенте можно поговорить, потому что он почти на всех рабочих местах одинаков, он формализуется в ряд файлов стандартного формата, и примерно понятно, что с ним делать и какими инструментами общего характера. Вот об этом мы с вами сегодня и поговорим, и поговорим о вот таких вот темах. Так, появились уже какие-то вопросики или тезисы. У нас любят прайс-листы присылать в виде Excel таблиц, а заказывать что-то по ним просто невозможно, зачастую в них даже невозможно вносить изменения, они не сохраняются. Копирую в Word, удаляю лишние стопцы и формирую заказ. А, кстати, зря. На мой взгляд, хорошо сделанная Excel таблица, она гораздо функциональнее в Word таблице. Ну, другое дело, как сделать эту таблицу, да, ее можно сделать удобно, можно сделать неудобно. Вот. Но это вопрос, это вопрос дискуссионный, на самом деле, как лучше делать прайс-листы. Ну, собственно, не будем об этом, мы сейчас можем на это много времени потратить, поскольку тут есть вопрос, связанный с тем, как их лучше отверстать, либо какой лучше у них рабочий вид, да, вот под заказ, как это лучше делать. Это совершенно разные, совершенно разные виды требований к прайс-листам. Я буду стараться все-таки не выходить на уровень конкретных видов документов, таких как договор, прайс-лист, что еще там бывает, объявления там и так далее. А будем рассуждать, ну, по крайней мере, в рамках сегодняшнего нашего вебинара. Возможно, когда дойдет дело до курса, может быть, и это тоже понемногу рассмотрим. Но это все-таки больше касается, скорее, вопросов документоведения, да, которые, кстати, более-менее все-таки освещаются. И курсов по документоведению достаточное количество. Вот. Мы все-таки будем немножко говорить о другом. Итак, самое первое. Ну, во-первых, вот раз у нас на входе вот такой вот творится хаос, или попросту говоря, бардак, то надо понимать вообще, из чего он состоит. Не потому ли он такой хаос, что мы не понимаем просто некоторых наших файлов, не знаем, что с нами делать. Поэтому на первом этапе давайте подумаем, а что вообще, какие бывают вообще типовые форматы данных и какие из них больше всего нам нужны. Откуда они берутся, да, какие их базовые приложения, то есть, где они сгенерированы, как их преобразовать в другой вид. Очень важная вещь. Как их преобразовать в другой вид. Вам пришел файл неожиданно в формате каком-то ODT. Почему-то вы не знаете, что с ним делать. А это просто документ, да, только в другом формате. Как их просматривать, каталогизировать, проигрывать. Иногда вам совсем не надо файлы изменять, но вам надо понимать, что это за файлы, как их дальше, что это за форматы, как их посмотреть и передать дальше. Да, вам приходит какой-то сложный формат, векторный, какой-нибудь AI, вам надо посмотреть, правильно ли там установлен логотиф и передать дальше в типографию. Сами вы не дизайнер, вы этот формат сформировать у себя не можете на компьютере, но вы, по крайней мере, хотя бы должны его посмотреть и понять, правильный он или неправильный и передать дальше по цепочке. Дальше. Многие, много информации находится в сети и вот так вот в один клик ее из сети не скачаешь. Ну, например, всякие видеоролики, звуки, когда прямой ссылки нет на скачивание, таблицы и так далее. А очень хочется. Поэтому хорошо бы знать, как файлы скачивать себе на компьютер, с тем, чтобы потом что-то с ними делать. Облачные хранилища. Очень интересная тема, потому что во многом она позволяет решить вопросы в версионности, она позволяет решить вопросы совместного владения документами и позволяет решить вопросы многочисленных ваших гаджетов и компьютеров. Компьютер на работе, компьютер на даче, компьютер дома и везде надо поработать. Иногда надо отпроситься посидеть на даче, поработать. А где же взять все эти файлики, с которыми надо работать и так далее. Вот облачные хранилища этот вопрос решают. Ну и более продвинутый момент, связанный с облачными хранилищами, это уже совместная работа с документами, когда нет вообще никакой версии файла, кроме последней. И эта последняя версия файла, она всегда лежит в сети. И все одновременно могут приходить и править этот файл. Это прекрасно. Скриншотеры и скринкасты. Назовем их рабочие скринкасты, потому что профессиональные скринкасты не входят сейчас в предмет нашего рассмотрения. Это то, что можно взять с экрана, как-то дополнить, чуть-чуть изменить, а дальше послать начальнику, послать тому, кто не понимает, как что-то сделать, поставить стрелочку, пояснение, сделать инструкцию. Очень важная вещь. При помощи этого можно решить массу вопросов. Ну и, наконец, что и как можно взять с ваших гаджетов и как это можно использовать в нашей работе. Ну что ж, поехали потихонечку. Типовые форматы данных. Документы. Разумеется, прежде всего, это просто текстовые файлы. Текстовые файлы, как играли 30 лет назад свою важную роль, так и продолжают играть роль. Несмотря на то, что мы почти полностью в области работы с текстом перевелись в ворд-процессоры, так называемые, то есть в текстовые редакторы, сам по себе исходный текстовый файл, он до сих пор очень важен. В частности, когда ваш текст обрастает большим количеством признаков метаданных внутри любого документа вашего, самый простой способ это превратить его в текст и потом снова перенести в ваш текстовый процессор. Он станет действенно чистым и с ним снова можно будет что-то делать, ничего не мешает дальнейшему преобразованию. А разумеется, вордовые файлы и примыкающие к ним форматы, такие как RTF, формат, который является, в отличие от вордового формата, является открытым форматом. Ну и еще один открытый формат, который называется ODT. Не буду сейчас говорить про те приложения, откуда он берется, но из ворда его тоже можно записать. Это открытый формат. То есть тут надо понимать, что форматы бывают проприетарными, то есть теми, которые придуманы какими-то конкретными фирмами, ими поддерживаются, ими могут быть изменены в любой момент и без какого-либо предупреждения. И форматы свободные форматы, те, которые свободные стандартные форматов, те, которые поддерживаются сообществами, и всегда содержание этих форматов, оно раскрыто для всех, и поэтому эти форматы предпочтительны для обмена. Разумеется, это таблицы в разных видах, включая вот простейший вид CSV, это, по сути дела, тот же текстовый формат, только в нем колонки разделены запятыми или точками запятыми, это, разумеется, всеми нами любимые презентации, в частности, такие, как я сейчас использую, ну и универсальный вид, это PDF, если вам надо обменяться официально документом, выложить в сеть, то не делайте это ни в каком другом формате, кроме PDF. Если у вас табличка, у вас презентация, у вас вардовый файл, нет, для обмена это все не подходит, для обмена надо перевести этот файл в PDF и выложить в сеть, тогда это будет гарантия на то, что любой пользователь в любой стране, в любом, с любого компьютера его откроет и прочитает. Благо, сейчас это можно делать прямо из Microsoft Office. Графические файлы, ну вот такие достаточно уже файлы исторические, это PCX, BMP, сейчас их почти не встретишь, GIF и TIFF еще встречишь, но в очень специфических случаях. GIF, наверное, выжил только потому, что в нем есть такая интересная для интернета фишка, как анимированный GIF, когда по сути дела это не графический файл, а такое коротенькое видео. TIFF формат очень специфически используется иногда для передачи фотографий и в производственной деятельности типографии, но тоже такой достаточно тяжелый и старый формат. Формат, о котором вам надо знать, но не обязательно что-то там предпринимать, это иконочки, вот такие вот иконки, как вот я здесь изобразил, только, как правило, гораздо меньшего размера, 16х16, 32х32, 8х8, они есть, по сути дела это на самом деле GIF формат с небольшими дополнениями, открою вам небольшую тайну, если у вас есть файл ECO, вы зачеркиваете просто, и у вас нечем его посмотреть, вы просто зачеркиваете ECO, вместо него пишете GIF расширение и все у вас прочитается любым вьюером. Самый популярный формат, конечно, JPEG, открытый формат и его расширение, к сожалению, не открытое, поэтому не выжившее JPEG 2000, ой, не 200, конечно, а 2000, прошу прощения, JPEG 2000, вот, но о нем говорить не будем, хотя это был многообещающий формат, который сжимал лучше JPEG при том же качестве, но выжил все равно JPEG, до сих пор используется и, наверное, 90% всех графических файлов, которые передаются, это JPEG-овские файлы. Это формат с потерями, сжатие с потерями, то есть, от первичной информации остается, некоторая часть выбрасывается, высокочастотная часть, остается только часть с низкочастотными, с низкими частотами, пространственными, так называемыми, не буду я это как оптик вам говорю, так вам это не обязательно знать. Важно знать другое, что JPEG это формат, в котором часть информации потеряна. Но, однако же, алгоритм настолько хорош, сжатие, что даже если происходит уменьшение файла раз в 10 по сравнению с тем, с классическим BMP, он все еще достаточно хорош. То есть незначительные ухудшения совершенно незначительные. Файл PNG важен тогда, когда надо точно передать какие-то тоненькие элементы. Это файл с сжатием без потерь. И в нем можно в нем очень хорошо передавать всякие интерфейсы, где есть тоненькие шрифты, тоненькие линии и так далее. А, кроме того, в нем есть совершенно замечательное качество прозрачный фон или, как говорится, альфа-канал. То есть в нем можно передать файл по контуру. Вот так вот. Все остальное будет не белым цветом залито или не красным цветом залито, а просто прозрачным. И примет цвет того фона, на который вы этот файл наложите. Это очень здорово. Очень часто бывает нужно. Поэтому файл PNG, наверное, второй по применимости после JPEG вообще на всех компьютерах. Тяжелейший формат PSD, но знать, что такое существует, нужно. В этом формате сохраняются файлы Photoshop. файлы с огромным количеством настроек, со слоями, с изменениями и так далее. Соответственно, этот файл, работать с ним можно только Photoshop, ну, как правило, только Photoshop, а смотреть можно еще кое-чем. Ну, и, наконец, файл с расширением RAW. Тут, может быть, много других слов написано, но смысл в том, что это файл с камеры, с фотокамеры, причем не преобразованным. Вот в том виде, в котором камера его запечатлела на своей матрице, в таком виде он и выдается. Это не конечный вид файла. Предполагается, что потом с этим файлом поработают либо в Photoshop, либо в какой-то другой программе и, в конце концов, преобразуют в один из вот этих вот форматов. графика бывает также векторная. Если растровая графика передает в одной точке одно элементарное изображение, один цвет какой-то, то векторная графика строится совершенно по другим законам. Она просто рисует контур в системе координат от точки 1 к точке 2, потом к точке 3, 4 и так далее. Этот контур может быть линейный, могут быть дуги, либо могут быть так называемые кривые без Е или сплайны, то есть наилучшие кривые, которые могут соединить 2, 3 или 4 точки с учетом кривизны, их координат, производных и так далее. Какие файлы вам могут встретиться? в интернете чаще применяются файлы SVG, многие иконки сделаны сейчас не по принципу ICO, то есть не по точечному принципу, а по принципу SVG, то есть по принципу векторной графики. SVG к тому же еще и является по сути текстовым форматом, то есть это файл, который можно просто открыть вашим ноутпадом и посмотреть, что в нем написано и что-то изменить. Ну и сложные файлы назовем так, которые исходят от профессионалов дизайнеров, художников, это EPS или encapsulated postscript, если расшифровывать откуда, AI файл Adobe Illustrator и CDR файл CorelDRAW. Из них для нас с вами предпочтительным является файл EPS как стандарт, точно так же как PDF является стандартом документов, то EPS является стандартом векторной графики. Если ваши дизайнеры или те, кто вам присылает файлы, будут всегда вам присылать файл EPS, у вас будет меньше головной боли и всегда просите делать это так, а не высылать файлы AI или CDR. Впрочем, эти файлы могут понадобиться для последующей работы, поэтому лучше всего иметь дубликаты файлов и в таком виде, и в одном из этих видов. Ну, вот тут небольшое различие между файлами векторными и растровыми. Растровый файл, если вы увеличиваете, вы получаете пикселизацию. Вот, пикселизация это вот это вот, да, видите, полезли границы такие странные. Векторный формат при увеличении не поддается пикселизации, но, однако, при помощи векторного формата можно передать гораздо меньшее количество изображений, только те, которые реально можно в виде контура нарисовать. Стандартную хорошую глубоко проработанную фотографию передать при помощи вектора либо вообще нельзя, либо это, ну, в общем, очень-очень странно. Звуковые форматы. Уже уходящий в прошлое формат ВАУ, формат с несжатым звуком или с сжатым такими достаточно примитивными средствами звуком. Наиболее популярный сейчас формат сжатия с потерями MP3. Можно проводить аналогию между этим форматом и форматом JPEG. То есть здесь тоже происходит относительно несжатого звука сжатие в 10-15 раз без видимой потери звучания. Ну, для большинства случаев. Конечно, меломаны заметят, но в большинстве случаев это вполне допустимо. А если речь идет о сохранении речи просто, то есть речевой информации, то и подавно допустимо и даже сжатие может быть гораздо больше в 20-30 раз. Формат классный. Единственная неприятность в том, что он не является открытым форматом. То есть его нельзя применять без лицензирования. Нельзя применять не в том смысле, что вы на своем месте не можете его применять, а в том, что те производители, которые делают конвертеры, делают редакторы звуковых файлов, обязаны отчислять, лицензионные отчисления делать, если у них есть возможность формирования файлов mp3. Поэтому многие просто отказываются от этого формата и переходят на другие форматы. вот есть например такой файл сжатия без потерь m4a становится достаточно популярным. Идет он правда от эпловской линейки форматов, но популярен и на виндусовых компьютерах. И два вида форматов открытых flag и OGG. Flag это файлы сжатые без потерь и OGG это файлы сжатые с потерями. То есть некий аналог mp3. Такие файлы вы вполне можете встретить много где. Музыка распространяется по таким форматам. Ну и большинство плееров все эти файлы понимают. Есть еще некоторые виды форматов, но я разумеется не все вам даю, а только основные. Видеофайлы. Также файлы, которые являются не то чтобы совсем устаревшими, а такими традиционными. Это AVI, VMV. Файлы не будут здесь погружаться глубоко, тут речь идет уже гораздо серьезнее, чем просто о формате файла. Речь идет об использованных кодеках, то есть о способе сжатия и воспроизведения формирования и воспроизведения этой информации. Про это сейчас говорить нет времени, но отмечу, какие еще форматы бывают популярными. Формат MOVE, формат тоже идущий от Apple, но популярный также и на Windows компьютерах. В этом формате много информации. интересная особенность этого формата он тоже может передавать альфа-канал, то есть в нем могут быть сохранены альфа-канал, который используется по аналогии с PNG. Формат SVF это не совсем видеоформат, это формат Flash, Flash-анимации, но он такой примыкающий к форматам видеоформатам. Форматы наиболее сейчас часто используемый формат в 90% случаев вы найдете в сети форматы MP4. Формат продвигающий и развивающий идею JPEG, то есть внутри отдельные кадры сжаты по алгоритмам почти очень похожим на алгоритмы JPEG. Кроме того, есть еще и межкадровое сжатие, когда все кадры делятся на кадры разной важности, например, кадр, который начинает какую-то тему, он становится ключевым, а между ним, то, что происходит между ним, в общем-то, и так понятно, и вот если я веду рукой, например, то понятно, что рука не может находиться здесь, а в следующий момент времени вот здесь, она должна пройти какие-то промежуточные кадры, и на этом строятся предсказания, и часть информации можно просто выкинуть, и поэтому сжатие для этих форматов по сравнению с несжатыми AV, это вообще ну там сотни раз, можно сказать так. Ну и промежуточный формат, с которым вам вряд ли придется сталкиваться, это MGPEG, формат, который не имеет межкадрового предсказания, просто внутри каждого кадра motion JPEG так называемый, да, внутри каждого кадра видео состоит из набора JPEG файлов, да, вот и все сжатие. К сожалению, MP4 формат, он тоже не является открытым форматом, а его открытыми, ну нет, не версиями, конечно, но аналогами открытыми являются форматы WebM и OGV, в частности, если вы, например, захотите загрузить видео на Викисклад, а в Википедии применяются только открытые форматы, то MP4 от вас не возьмут, скажут, вы сначала преобразуйте, пожалуйста, в один из открытых форматов, например, WebM или OGV, и вот после этого мы на вход их возьмем. Форматы аналогичные по степени сжатия, но другие кодеки применяются для этого сжатия. Формат, с которым вы можете столкнуться и вам непонятно будет, что с ним делать, это 3GP, это формат, в котором пишут некоторые смартфоны, особенно старые смартфоны, такой немножко странненький формат, лучше его сразу преобразовать в один из известных форматов в MP4, впрочем, новые камеры часто пишут сразу вам по 4, но если вы пишете вот этот 3GP, не передавайте его дальше, это будет как раз мусорным форматом, преобразуйте его в нормальный формат, который всеми может воспроизводиться, читаться, изменяться, и тогда это будет хорошо, вы сделаете правильную работу. Ну и наконец формат матрешка так называемый МКВ, формат сам по себе своего кодека не имеет, использует кодеки других форматов, вот, это по сути дела вот такая одежка, которая на любой файл одевается в видео, формат очень популярный, но вообще чаще всего его считают синонимом MP4 формата, вот, формат очень популярный в медиаплеерах, вот, если встретите такой формат на компьютерах, его распространять не очень хорошо, лучше его преобразовать в формат MP4, потому что не все плееры его могут понять, ну, а для медиаплееров, которые подключаются к телевизору, это очень даже хороший и приятный формат. Форматы архивов архивы это то, что позволяет нам сжать файлы и сделать из многих файлов один, например, у вас тысяча вардовых файлов, вам надо всю тысячу файлов куда-то отослать или перенести с собой на флешки, самое плохое, что вы можете сделать, это прямо эти тысячи файлов на флешку записать, то, что можно сделать с ними хорошо, это сделать, свернуть их в один архив и одним куском переместить в другое место, а там его развернуть. Мало того, что вы сэкономите память, так вы еще и сэкономите операции, связанные с многочисленным перемещением файлов, которые длится долго, занимают много времени и массу прочих неприятностей несут. Один из самых форматов старых это формат zip, вот он до сих пор применяется и он стал достаточно, по сути дела, стал стандартом, при том, что есть гораздо лучшие форматы сжатия, которые позволяют сжать файл лучше, например, расширение его это 7zip, вот я люблю этим форматом пользоваться, также такие форматы, как arch и rar, winrar, форматы тоже почти всеми могут быть прочитаны, но если перед вами стоит задача не сэкономить лишние несколько мегабайт, а получить гарантию, что любой человек раскроет формат, используйте стандартный zip, ну, как правило, это достаточно нормальный выбор, вот, вы более-менее продвинутый и знаете, что на другой стороне тоже продвинутый человек, используйте формат 7zip, он тоже достаточно хороший, ну, и, наконец, интернет-файлы, не буду говорить, что с ними сделать, просто назову наиболее употребимые форматы интернет-файлов, это html, это большинство тех файлов, которые вы видите на экране в браузере, это html файлы, xml файлы, файлы для структурированной информации, которые очень любят программисты, для того, чтобы описывать данные, ну, и не только программисты, ну, и, наконец, те файлы, которые воссоздают внешний вид файлов, тех же html файлов, это css файлы, напрямую мы их видеть не можем, но, если мы заходим на сайт, мы видим, что внешний вид современных страниц определяется, как правило, файлами html, css и javascript. JavaScript это, по сути дела, программки коротенькие, которые позволяют странички сделать умными, анимированными, которые выполняют некоторые действия и так далее. чем дальше, тем больше влияние оказывает вот эта интерактивность и тем более могучие файлы JS вы можете увидеть. Ну вот, например, когда вы скачиваете файл плеера с Camtasia, то он вам сразу подкидывает несколько файлов, один из них javascript файл аж на мегабайт, то есть там огромное количество строк кода, которые делают всякие умные вещи. То есть, по сути дела, это программа, встроенная, которая может выполняться вашим браузером. Больше по этому поводу говорить не буду, потому что это содержимое, наверное, трех-четырех хороших таких курсов по теме интернета. Скажем так. Ну и, наконец, файлы электронных книг. Наиболее популярные это те же PDF, которые являются электронными документами. Файлы, которые с очень хорошим джатием передают сканы книг. Это файлы формат DejaVue. Кстати, формат DejaVue очень близок по своему содержанию к указанному мною файлу JPEG 2000. Помните, я вам... Не, не буду здесь рисовать, ладно. Его алгоритмы сжатия, они близки к этому. Вот в виде файлов DejaVue они выжили. В виде файлов JPEG 2000 почти не выжил этот формат. Ну и, наконец, два традиционных формата для чтения на гаджетах это FP2 и более продвинутый формат EPUB, с которыми мы часто достаточно встречаемся в быту, когда читаем электронные книжки. И чего с ними делать, с этими форматами? Для этого есть, во-первых, базовые приложения, то есть, где это все создается, редактируется. Есть конвертеры, которые преобразуют эти форматы друг в друга. Есть каталогизаторы, вьюверы, плееры, при помощи которых мы это все смотрим, проигрываем, либо агрегируем. Ну и, наконец, есть файлы-качалки, при помощи которых мы это все скачиваем из интернета. Какие базовые приложения для документов? Ну, разумеется, куда деться без такого замечательного приложения, как блокнот или ноутпад. Много хорошего в нем сделано и до сих пор это один из инструментов, которым надо постоянно пользоваться. Как я уже говорил, если в вашем документе, в вашей таблице или еще где-то произошли всякие неприятности, возьмите кусок текста, перенесите в блокнот, получите чистый текст, верните его в документ, либо откройте новый документ, верните и по новой его отформатируйте и будет вам счастье. Поэтому блокнот это до сих пор то, что надо, ну, он, собственно, и так у вас всегда под рукой, но почаще его открывайте. Это не просто примитивный редактор, это и способ очищения от всяких настроек, которые стали для вас неприятными. разумеется, для файлов, документов главный наш редактор это Microsoft Word, которым мы почти все умеем пользоваться, но почти забываем, что на самом деле это платный платная программа, вот, и поэтому кое-у-кого ее может не быть, поэтому за редким исключением не пересылайте форматы док, не, ну, вообще пересылайте, конечно, потому что почти у всех есть, но всегда имейте в виду, что если вы пересылаете между своими людьми, которые правят этот документ, то можно пересылать. если вы посылаете его клиенту, всегда держите при себе, что у вашего клиента не обязан быть установлен Word, поэтому преобразуйте в какой-нибудь более простой формат. Вот, правда, немножко помогает чтением Word документов бесплатная программа, которая называется WordPad, которая есть на любом компьютере, я вам предлагаю ее просто вынести в программу, которую вы часто используете, положить рядом с ноутпадом, чтобы она рядом лежала, потому что как смотрелка Word документов, она очень даже подходит и для простых Word документов нет необходимости использовать целый Word, а можно использовать вот эту очень-очень простенькую программку. Ну и наконец вы можете просто загрузить ваш Word файл в Google документы, о которых чуть попозже пойдет речь, и сделать разделимым ресурсом. А еще лучше преобразовать прямо в файл Google документов. Ну и аналогичное можно сказать про таблицы, разумеется, Microsoft Excel, главная программа офиса, можно сказать, главнее даже Word, потому что позволяет гораздо глубже структурировать наши данные. Ну и аналог, это Google таблицы, которые позволяют делать почти все то же самое, но в онлайне. К сожалению, для Excel нет такого же простого инструмента, как блокнот, ноутпад, поэтому если вы что-то натворили в Excel, так же просто исправить нельзя. Можно только по одной ячейке вытащить и положить в блокнот, и тогда что-то исправится. Но только эту ячейку и ничего больше. Продолжаем. Разумеется, PowerPoint, не буду комментировать. Есть тот же вариант Google презентации, здесь я его не написал, но PowerPoint, да, ну и есть варианты для гаджетов, для Apple, разумеется, там другие варианты есть, да, не буду их здесь называть это, сейчас не время об этом говорить просто. Ну и разумеется, файл PDF, надо иметь в виду, что PDF, он берется откуда-то, да, и родное средство для создания PDF, продвинутого, хорошей верстки, это Acrobat Reader. Однако же, надо иметь в виду, что в последнее время большое количество средств программ других стали уметь сохранять файл в виде PDF, и это большое спасение, можно сказать, потому что, например, когда вы сохраняете табличку в PDF, когда вы сохраняете презентацию в PDF, вардовый файл в PDF, прямо из варда, то это сохраняет много нам крови по сравнению со старыми временами, когда сделать PDF было не так просто. Ну и здесь я просто хочу еще раз добавить, как только ваш документ покидает пределы вашего офиса и становится не рабочим документом, а документом для всеобщего ознакомления, этот документ должен приобрести формат PDF. Не оставляйте его в рабочем виде, ни PPT, ни DOC, ни DOCX, RTF можно, но это не очень хорошо, а вот PDF это то, что надо. Его, во-первых, никто не может поправить, ну, то есть, можно, конечно, войти в Adobe Acrobat, прошу прощения, но большинство этого делать не будет, в общем, сохраняйте все в PDF, когда документ завершен, и надо им поделиться с большим количеством людей. Конверторы. Чем мы документы из одного формата в другой гоняем? Конечно, сам Microsoft Word, он умеет сохранять документы в таком количестве форматов, который позволяет его считать не только редактором Microsoft Office, вообще, вообще любое приложение Microsoft Office, не только редактором, но и конвертером. Есть еще такой хороший средство, которое называется Universal Document Converter, можете его установить к себе. Да, сейчас уже в интернете много всяких средств появилось, и вообще PDF свою сакральность потерял, слава Богу, потому что преобразовать конечный вид к PDF, это вот то, что надо. Universal Document Converter, очень интересная вещь, которая подключается к вашему компьютеру как виртуальный принтер и позволяет сохранять вообще все, что идет на принтер, любой документ, текст там или что-то, либо в виде PDF-файла, либо в виде набора графических файлов. Очень могучая штука, очень вам рекомендую. базовые приложения для графики. Любой растровый редактор, их тысячи, конечно, да. Про файл ECO говорить не буду, потому что нет смысла вам править ECO-файлы, не занимайтесь этим, пожалуйста. Этим должны заниматься профессиональные редакторы, создать хорошую иконку может только профессиональный редактор, и то не любой. Поэтому не лезьте внутрь ECO-файлов и знать вам не надо даже, какие базовые приложения для того, чтобы этот ECO-файл что-то с ним сделать. Если очень захочется, я уже говорил, переименуйте ECO в GIF и дальше любым редактором можете что-то с ним делать. Но, пожалуйста, не делайте новую иконку. Наконец, PSD-файл. Разумеется, это Photoshop. Да, ну и File.ro они берутся просто из фотокамеры. Графика растровая. Самое лучшее, что есть для конвертов, вьюверов, каталогизаторов, это приложение, которое называется ICDC. Когда-то оно было условно бесплатным, начиная с 7-ой версии оно стало платным, но даже шестая версия достаточно хороша, чтобы навести порядок в графических документах, которые в растровой графике, которые есть у вас на компьютере. Разумеется, сам Photoshop, его не обязательно иметь у себя, но надо иметь в виду, что сам по себе он тоже является конвертером, то есть в нем есть возможность сохранения в огромном количестве графических форматов, и если по какой-то причине он у вас стоит, и вы умеете им пользоваться, то это снимает головную боль по конвертации во многом. Ну и вот достаточно неплохая вещь Movavi конвертер, он в основном посвящен конвертации видеофайлов, но в нем есть и вкладочка, где преобразуется растровая графика из популярных форматов в другие популярные, поэтому его тоже можно использовать. Графика векторная, SVG можно использовать вот такую вот программу, которая называется Method Draw. Это не программа, это онлайн сервис. Файлы IEPS порождаются Adobe Illustrator. Файлы CDR и тоже EPS порождаются программой CorelDraw. Вы просто должны это знать, это не значит, что вы должны требовать ваших IT-шников обязательно все эти приложения установить на вашем компьютере. Просто вы должны знать, откуда они приходят. Что касается того, как и чем их посмотреть, вот есть такой простейший конвертер в сети онлайн конвертер. Я просто привел ссылку на него. Он конвертирует графику из одного формата в другой. Частично эту задачу решает также ICDC, но это не есть традиционное средство для конвертации одного формата в другой. что вам действительно понадобится это как правило преобразовывать файлы. Лучше конечно получить прямо от тех кто делает эти файлы. Вот такая конвертация из одного из проприетарных форматов в формат EPS, который является стандартом. Таким же стандартом как стандарт PDF например. Звуковые файлы берутся они чаще всего берутся они просто из микрофона или с любого рекордера. То есть где записали там и источник. Для работы с ними можно применять вот такую бесплатную программку которая называется Audacity. Глубоко залазить вряд ли это вам надо в офисе или библиотеке. если вы в этом глубоко погрузились значит вы уже не выросли над уровнем над офисным уровнем и вам нужно просто все объяснять по-другому. Потому что конечно работа со звуком работа с видео это огромный пласт работы с контентом и если вникать в него очень глубоко то и надо это делать долго. Ну и наконец как ни странно видео редактор Camtasia Stadia он очень неплохо подходит для работы со звуком когда надо какие-то простейшие вещи сделать и можете его тоже использовать. Конвертеры как звук гонять из одного формата в другой если это надо Movavi Converter тот же самый о котором я говорил для графических файлов он подходит для звуковых файлов есть простейший конвертер все это прекрасно находится поиском поэтому не везде я пишу здесь ссылки который называется Media Human Audio Converter с него можете начать он вообще самый простой наконец ICDC который является по сути дела конвертером и каталогизатором файлов графических его можно использовать для некоторых операций с файлами звуковыми например для массовых операций по переименованию можно всякие записывать дополнительные теги к этим файлам и так далее но преобразовывать из одного звукового формата в другой не получится ну и наконец в качестве плеера я например использую VLC Media Player ну тут не суть звуковых плееров огромное количество и советовать конкретные из них я вам в общем не особенно буду видеофайлы видеофайлы появляются с любого рекордера с вашего телефона с профессиональной камеры с рекордера который записывает скринкасты и так далее базовые проложения которые я вам предлагаю это Camtasia Stadia Muvavi как редактор ну и бесплатный редактор который называется DaVinci Resolve тоже можно тоже можно применять конвертеры самый традиционный и самый сложный конвертер потому что это конвертер работающий с командной строки называется FFmpeg там миллионы всяких настроек если вы готовы работать с этим миллионом настроек и со строкой то используйте его потому что это очень тонкий конвертер может сделать массу всего достаточно неплохой конвертер наконец-то я его объявляю как главный конвертер если там это был конвертер для звука и для графики просто одной из опций этого конвертера была конвертация этого вида файлов то для видео файлов это просто основной инструмент для конвертации это MoVavi конвертер очень неплохой работающий достаточно стабильно с большим количеством настроек вот можете его тоже попробовать ох почему-то у меня здесь два раза попал этот ну еще наконец достаточно старый но тоже неплохой конвертер который можете себя остановить который называется Total Video Converter вот если предпочитать из этих трех с чего начать я бы начал с вот этого но он не бесплатный в отличие от FFMPEG который является абсолютно открытым MoVavi конвертер не бесплатен базовые приложения для электронных книг ну разумеется мобильные ридеры с которых вы это все читаете программа базовая программа которую можно поставить на большой компьютер которую я вам очень советую сделать это программа вот эта я честно не знаю как ее надо читать в английском или во французском стиле я почему-то ее читаю во французском стиле калибре да замечательная программа при помощи которой можно прочесть практически любой формат электронной книги ну и наконец не надо забывать что для производства PDF применяется изначально программа которая называется Adobe Carabat ну и Microsoft Office тоже может сохранять PDF в данном случае мы PDF считаем уже не файлом документа а файлом электронной книги так как очень часто именно так это и происходит большое количество электронных книг сохраняется в формате PDF для того чтобы сохранить полностью верстку сохранить формульную разметку и прочие прочие разные вещи с форматами закончили качалки самой простой качалкой является браузер качалка это то что позволяет вам сохранить файл из интернета в ваш компьютер даже тогда когда напрямую это сделать не удается в браузере есть достаточное количество опций которые позволяют многие виды файлов сохранить на компьютер не все но многие вы знаете вообще для многих офисных сотрудников является откровением что можно щелкнуть правой кнопкой мыши по любой иллюстрации и потом нажать на выпадающем меню сохранить иллюстрацию хотя бы это уже решает массу ваших проблем универсальная качалка открытая называется VGET ее можете взять и использовать неприятность заключается в том что это тоже строка работать с нее надо со строкой вот но однако скачать можно огромное количество разных вещей файлы целиком сайты целиком участки сайтов целиком и так далее очень могучая вещь если надо периодически этим пользоваться берите пользуйтесь ну и наконец для сохранения видео и других медиафайлов хорошая вещь это файл save from net я рекомендую всем пользоваться например тем кто хочет сохранять файлы с ютуба и с вимео во многом просто просто спасает когда надо получить получить файл обязательно на своем компьютере например потому что где-то нет интернета его надо проиграть да то очень спасает вообще это я считаю что это вот обязательный элемент надо обязательно ставить на свой компьютер если вы хоть немножко работе работаете с медиа ресурсами то вот это надо делать обязательно облачные хранилища и совместная с ними вещь это совместная работа с документами если облачные хранилища просто позволяют хранить ваши файлы и иногда разделять эти файлы с другими людьми то совместное облачные хранилища которые поддерживают совместную работу с документами позволяют еще и одновременно То есть, если в облачном хранилище хранится документ, который вы можете меняться с вашими контрагентами, но одновременно вы не можете в него залезть и поправить, то облачное хранилище с возможностью совместной работы с документами позволяет многим людям одновременно в документе производить изменения. И это очень полезная вещь. Для меня уже лет 10 основным средством, основным облачным хранилищем является Dropbox. Это очень удобное хранилище. К сожалению, бесплатно они дают только 2 ГБ. Но я путем разных исхищрений и бонусов, которые они выдают щедро, увеличил свой объем почти до 20 ГБ. И мне этого хватает. Зато это хранилище, которое позволяет вам разделить ваши основные документы между всеми вашими компьютерами. Для операционной системы папка Dropbox такая же папка, как и все остальные. Вы просто кидаете документы в эту папку, в этой папке создаете свои подпапки и храните там свои документы. И голова у вас вообще не болит о том, что эти документы хранятся где-то в облаке. Потом очень здорово, если у вас пропал что-то, произошло с компьютером, все вот те 20 ГБ документов, самых главных документов в вашей жизни, они никуда не пропали. Они на сервере и на вашем новом компьютере, обновленном или переустановленном, вы просто снова заходите в свой аккаунт и, о чудо, ваши документы снова восстанавливаются и все здорово. Вот в этом огромное преимущество Dropbox. Ну, кроме того, конечно, папки Dropbox можно еще разделить между разными людьми. Это не так удобно, потому что при попытке одновременного доступа к документу одному и тому же происходят неприятности. То есть, когда вы один пользуетесь Dropbox, вы можете прямо из Dropbox документ открыть, с ним поработать и сохранить. А когда вы работаете с кем-то совместно, то формат не получается. Если вы одновременно открыли файл в Dropbox документ, то происходит плохое сохранение, дублирование файлов и прочее. Поэтому для таких случаев применяйте Google документы. Вот это абсолютный случай, когда вы... Ну, тут просто уже надо идти дальше и вообще не хранить свои файлы в виде doc, таблиц Excel и так далее, а хранить их прямо в облаке, прямо там. То есть, эти файлы хранятся прямо там и они облаком, по сути дела, и являются они отдельными файлами. Вот. Да, ну и есть еще масса облачных сервисов, которые делают примерно то же, что Dropbox, Google Drive, Яндекс.Диск, в мейле. Ру есть аналогичная вещь и так далее. Не надо забывать, что облачным сервисом является и YouTube. То есть, файлы на YouTube вы можете... Видеофайлы на YouTube вы можете... А, видеофайлы, напоминаю, это основная масса ваших файлов с точки зрения занимаемого места. Они всегда занимают много места по сравнению с другими видами документов. Можете их просто хранить на YouTube. Не обязательно даже делать их общими и видимыми для всех. Можете использовать YouTube просто как место, где вы храните свои видеофайлы. Подумайте об этом. О том, что YouTube можно использовать как хранилище. Не только как средство разделить ваши файлы и показать ваши файлы, но и как хранилище ваших YouTube файлов, которые никуда не пропадут, если что-то случится с вашим компьютером. Ну и, наконец, к сожалению, то, что мы утратили, это такой хороший сервис, который назывался SlideShare, куда можно было выложить в онлайн доступ свой документ любой, почти любого формата, презентацию и так далее. И они становились разделимыми для всех. То есть, это был способ публикации, облачной публикации вашего документа. И не надо было тогда, например, вашим студентам этот документ передавать в виде презентации. Можно было просто кинуть ссылку на SlideShare, где эту презентацию посмотреть. Впрочем, Google презентации в каком-то смысле заменяют этот сервис. Так что совсем расстраиваться уж не надо. Скриншотеры. Очень-очень важная вещь. Умение правильно делать скриншоты, преобразовывать их и высылать вашим клиентам, начальникам и со-работникам, те, кто с вами делает одну работу над контентом. Это очень важная вещь. Вот, например, скриншот можно применять просто как презентацию. Вы не знаете, откуда взять хорошую презентацию, идете на красивый сайт, на свой сайт, чужой, берете скриншот и применяете его как иллюстрацию к этому сайту. Самое простое, что можно сделать, это использовать скриншот как иллюстрацию. Но скриншот можно использовать и как объяснение. Есть масса скриншотеров, но я советую вам вот этот. Не буду здесь много говорить какие. Clip2Net или Clip2Net, которым я пользуюсь уже 5 лет и не могу нарадоваться. Он бесплатный, у него есть платные функции, но и бесплатных достаточно много. При помощи него можно делать красивые скриншоты, очень быстро и быстро ими делиться. Но надо уметь делать скриншоты. Вот плохой объясняющий скриншот. Здесь ничего не видно. Вот это все потерялось, здесь ничего не видно. Здесь поля, которые ничего не показывают. И здесь, да, и так далее. А вот пример хорошего скриншота. Того же самое приложение сжато. Взято только его часть. Здесь все видно. Проставлены стрелки туда, куда надо. Все это можно делать при помощи вот этого скриншотера, который называется Clip2Net. Вот его внешний вид. Вот набор инструментов. Он достаточно мал, но и его вполне достаточно для того, чтобы это все делать. Видела, что делают скриншоты в видео с экрана телефона, а в компьютере. Так как раз таки с экрана телефона делать немножко сложнее. Но вообще кому как, кто вырос в какой культуре. Вот. В общем, поставьте. Вот я очень вам рекомендую. Даже если вам прямо сейчас не надо, поставьте это приложение к себе. И посмотрите на досуге. Я думаю, что ваша контентная жизнь преобразится после того, как вы начнете его использовать. Рабочие скринкасты. Не буду говорить. А вот для куска видео есть немножко другое. Это уже не столько скриншотеры, сколько можно назвать их скринкастеры. То есть для записи серьезных скринкастеров есть свои программы. Для того, чтобы делать рабочие скринкасты, то есть те, которые не пойдут вашим студентам, не пойдут куда-то в сеть. А вот вы, например, сделали скринкаст, чтобы вашему начальнику было понятно что-то. Либо сделали скринкаст, вы находитесь в техподдержке, сделали скринкаст для одного человека, который не понимает, как пользоваться вашим интерфейсом. Вот используйте самые простые скринкастеры. Вот одна из простых программ это iSpring FreeCam. А еще более простая MonoSnap. MonoSnap это, по сути дела, тот же скриншотер с возможностью записи очень-очень простых скринкастов. И простановки вот таких вот стрелочек, которые сами через 5 секунд исчезают. То есть очень простая вещь. Вы хорошие скринкасты не сделаете на них, но именно рабочие поясняющие скринкасты, да, вот для ограниченного круга лиц, очень даже можно сделать. И я вам очень рекомендую эти продукты. Ну и, наконец, что можно сделать с контентом на мобильном телефоне. Если вам надо сделать скринкаст с мобильного телефона, есть хорошее приложение, которое называется Deorecoder. Вот. Оно делает скринкасты с вашего экрана. Если вам надо сделать поясняющее видео с... Да, вот можете скачать для Android. Запускаете, высвечивается просто на вашем экране такая панелька. Нажимаете на красную кнопку. Пошла запись. Все, записываете. Потом нажимаете снова на эту кнопку. Все, скринкаст готов. Осталось только обменяться им с большим компьютером, и все у вас уже есть. Второе хорошее мобильное приложение – это DroidCam, при помощи которого вы ваш телефон можете превратить в... можете превратить в видеокамеру, либо в выносную видеокамеру, либо в выносной микрофон. Если у вас нет микрофона, вам нужно срочно провести вебинар, либо срочно записать скринкаст, либо еще что-то срочно сделать, вы можете сделать при помощи этого приложения ваш телефон сделать вот такой вот выносной камерой или выносным микрофоном. Выглядит это... Не, не буду говорить, как это выглядит, это уже продвинутая вещь. Может быть, потом отдельный вебинар проведу. И, наконец, что есть для текста. Блестящая вещь, которая называется «Записная книжка Evernote», в которую вы можете вводить текст. Я, например, всегда, когда еду в метро, у меня посещает идея по работе или по каким-то другим проблемам. Я делаю записи на Evernote, потом прихожу, и эта запись у меня уже в большом компьютере, потому что они связаны между собой по аккаунту. Вот если вы пользуетесь... хотите работать с текстом на ходу, то Evernote – это лучшее, что есть. Тоже бесплатно можете вот отсюда вот его скачать и установить себе. А, наконец, некоторые люди не знают, что, оказывается, Google Документы тоже можно установить как мобильные приложения. По отдельности Google Документы, Google Таблицы, Google Презентации, Google Диск и даже PDF Viewer. Вот все это – это гугловские родные приложения, и при помощи них вы можете даже работать... Ну, вот, например, Google Доки, да? При помощи них вы можете даже с компьютера работать совместно. Например, пять человек со своих гаджетов могут работать совместно с Google Документом. Это вообще какая-то сказка какая-то. Ну, не всегда это надо, но, тем не менее, есть такая возможность. Ну вот, да, не уложился я в час, и вы видите, что мы только речитативом, буквально красной нитью прошлись проект по этой теме. Вот, поэтому, возможно, я буду делать еще вебинары в Директ Академии. Возможно, сначала это все надо обдумать и сделать новый курс какой-то, но я думаю, что даже вот эта вот информация, сказанная, так сказать, красной нитью и речитативом, она была для вас сегодня полезна. Вот. Я прошу прощения за то, что, может быть, сегодня это было немножко нецельно, да? Но я, по крайней мере, рассчитывал довести до вас саму задачу о том, что это важно, и о том, что это надо изучать, причем надо изучать не только на местах таких с высоким статусом, ну, относительно высоких, но и начиная с самых первых позиций, там офис-менеджер, секретарша, младший библиотекарь, не знаю, кто еще, методистка в деканате и так далее. Все это очень несложно, если это изучать последовательно, но, тем не менее, может принести достаточно большие, хорошие результаты. Я хотел бы вас пригласить на курс свой, не на тот курс, про который я сегодня говорил, которого пока не существует, он существует только у меня в задумке, а тот курс, который я провожу уже пятый год, самый мой популярный курс, вот его, ссылка на него, можете посмотреть, что он из себя представляет. Проводить мы его будем совместно с компанией Ракурс, как всегда. Вот, не буду больше его комментировать, он немножко про более глубокие вещи, про разработку электронного учебного контента уже людьми, которые более-менее знают, как работать с контентом. Вот, ну и, да, и в конце я хотел бы сделать для вас сертификаты, для тех, кто хочет их получить за сегодняшний вебинар. На этом мне понадобится еще одна минута, надеюсь, что не больше. Я сохраняю файл. К сожалению, когда я являюсь одновременно и спикером, и организатором, мне приходится делать две работы одновременно, и я вынужден это время отнимать у вас. Осталось полминуты. Закачиваем. Выделяем. И выдаем. И отправляем на почту уведомления. Так, ну и, как всегда, я вам просто напоминаю, где это можно сделать. Можно сделать это вот здесь. Так, кидаю напоминание в... Ой, нет, не получилось. Одну минутку. Вот так, вроде теперь получилось. Так, что, были ли какие-то вопросы, смотрю. Ну, все было супер, спасибо. Очень много полезной информации. Что-то уже использую по вашей рекомендации ранее. Вы знаете, меня сегодня на самом деле разрывало на части, потому что по поводу каждого слайда можно было говорить, наверное, в течение получаса. Ну, я себе наступал на, скажем, на горло собственной песни. Наверное, после проведения этого вебинара я теперь лучше понимаю, что требует большего объяснения. Ну, в общем, будем эту тему развивать. Я чувствую, что эта тема очень нужна и будет востребована. Я это даже вижу по посещаемости этого вебинара по сравнению с другими своими вебинарами. Ну, что ж, коллеги, я старался вам быть сегодня полезным. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы остались, несмотря на то, что я, как всегда, превысил время, штатное время вебинара. Приходите на наши вебинары, будет интересно. У нас еще целых 6 месяцев вебинаров до конца июня месяца. Я надеюсь, будет здорово. С наступающим и вас, с наступающим Старым Новым Годом. Ну, пока еще не совсем, но надеюсь, что он наступит и мы его приятно встретим. До свидания. До новых встреч, директор. Субтитры сделал DimaTorzok